Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня приготовлю универсальное блюдо картофельные трубочки с фаршем. Покажу, как я их замораживаю впрок, а потом готовлю по необходимости. Можно подавать как горячее блюдо, как закуску, а также брать с собой в качестве перекуса. Получается очень вкусно и экономит время, а список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием. Очищенный сырой картофель тру на крупной терке, сюда же тру крупную луковицу. После этого все отожму, только не очень сильно. Нужно, чтобы все-таки некоторая жидкость осталась. Чтобы не выкидывать, на полученном соке можно отдельно испечь блинчики. Далее кладу в картофель 2 яйца, соль и любые специи. Несколько столовых ложек муки и хорошенько размешаю. Затем на разогретую сковороду с растительным маслом выкладываю картофельную массу, при этом ее утрамбовывая, чтобы получился блинчик. Главное, чтобы он не был слишком толстым. Обжариваю его с одной стороны до зарумянивания, затем переворачиваю и с другой стороны. До полной готовности доводить не нужно. Таким же образом выпекаю остальные блины. Из этого количества у меня получается 5 картофельных блинчиков диаметром примерно 20 сантиметров. Для начинки я беру куриный фарш, добавляю к нему соль и любые специи. Если хотите, добавьте сюда тертую луковицу и свежий чеснок. По остывшему блинчику распределяю фарш тонким слоем. Беру примерно по 2 столовые ложки и затем сворачиваю плотным рулетиком. Если продолжаете готовить, выкладывайте рулетики в форму для запекания. Я же готовлю впрок, поэтому выкладываю их в контейнер для замораживания. Накрываю крышкой и отправляю в морозилку. Затем, когда нужно, перекладываю их в форму для запекания, прямо не размораживая. И смазываю их сметанным соусом, который я делаю из сметаны с добавлением соли, любых специй и тертого свежего чеснока. Отправляю в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-35, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Перед окончанием запекания рулетики можно посыпать тертым сыром. Я же просто посыпаю их красной молотой паприкой в качестве украшения. Как я уже говорила, это блюдо можно подавать в качестве горячего, например, с каким-нибудь овощным салатом или тушеными овощами. Можно дать остыть и подавать как холодную закуску, нарезав кружочками. Друзья, и кстати, у меня на канале уже есть подобный рецепт большого картофельного рулета. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите также и другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.